К исчезновению недорогих лекарственных препаратов и к закрытию небольших аптек приведет обязательная маркировка медикаментов, уверены владельцы фармбизнеса в Караганде. Новые правила вступают в силу уже 1 июня. Предприниматели собираются обратиться с этим вопросом в министерство. Они обеспокоены. Обязательная маркировка ляжет дополнительной финансовой нагрузкой, потянуть которую малый бизнес не сможет. Подробнее в материале Веры Шеллер. Теперь все лекарственные препараты, начиная с 1 июня, подлежат обязательной маркировке. Решение было принято правительством страны еще в октябре прошлого года. За это время владельцам аптек необходимо было подключиться к единому провайдеру, закупить дорогостоящее оборудование и самое главное найти нового сотрудника, который будет этим заниматься. Дополнительные расходы, по мнению предпринимателей, потянут не все. Если изучить вообще в целом историю маркировки, касательно того, что когда она начиналась водиться, вот это начиналось с меховых изделий в свое время, да? То есть меховые изделия, вот потом табачные изделия, потом обувь и так далее. Основное как бы обоснование со стороны министерства, почему эта маркировка необходима, это типа исключение контрафактной, контрабанной продукции. Но мы же видим на рынке то, что на самом деле она же не сократилась, контрабанная продукция. Многие, которые маленькие предприниматели, которые имеют по одной, по две аптеки, конечно, они будут уже не конкурентны. Конкурировать небольшим аптекам с крупными фармсетями в новых условиях будет нереально. Наталья Мартынова в фарминдустрии работает последние 19 лет. Предпринимательница рассказывает, в ожидании маркировки многие владельцы аптек уже давно выставили свой бизнес на продажу. Все чаще и чаще появляется объявление о продаже аптек, и мелкие предприниматели, естественно, закроются. Думаю, к этому все и приведет. Наверное, этого все и ждут. Карагандинские предприниматели уверены, расходы по маркировке лекарств отразятся на итоговой стоимости препарата. Плюс ко всему, из перечня лекарств исчезнут недорогие, но эффективные медикаменты, которые привозят в Казахстан из соседних стран. На рынке у нас сейчас создалась очень большая дефектура препаратов. Нет примерно, я так насчитала, перечень 70 препаратов. Я так думаю, это с этим и связано. Во-первых, дешевые препараты нет смысла маркировать. Это очень дорогой и длинный путь поставки сюда. Сейчас нет перманганата калия, тетрациклиновой глазной мази, ампициллина в таблетках, аспамоксы в суспензе. То есть в основном детская практика останется без препаратов. Видимо, их невыгодно привозить. Проблемы возникнут и у аптек в сельской местности, уверены предприниматели. Для маркировки лекарств необходим будет высокоскоростной интернет, которого в сельских районах чаще всего нет. Работу по маркировке лекарств в Министерстве здравоохранения начали еще в 2019 году. Ведомстве заверили новые правила, помогут решить целый ряд проблем в фарминдустрии. Уведение маркировки последовательности позволит мониторировать весь жизненный цикл от момента производства до реализации ее конечному потребителю, повысить контроль качества, улучшить систему фармаконадзора, улучшить систему контроля цен за реализуемые лекарствами, а также значительно улучшить систему прогнозирования и закупа лекарств, закупаемых в рамках ГУБМП и системы СМС, что в свою очередь приведет к экономии бюджетных средств. Маркировка сократит в стране объем контрафактной продукции и незаконную продажу лекарств, улучшится ситуация с поставками. Как в результате все это скажется на конечной цене, на медикаменты казахстанцы узнают в этом году. Новые правила вступают в силу уже 1 июня. Вера Шеллер, Тулеген Рашитов, телеканал «Атамикенбизнес».